привет друзья с вами снова андрей сайфудинов с недавних пор я снимаю на фотоаппарат sony мне он очень нравится я об этом уже рассказывал и еще в предстоящих роликах расскажу сегодня 11 апреля 2019 года вышла новая прошивка на эту камеру 3 уже я ее успешно установил но в чате как уже достаточно много обсуждается люди сталкиваются со сложностями с установкой этой прошивки и возникают некоторые вопросы по поводу установки что да как записывать ли на флешку подключать к компьютеру и так далее на самом деле там все просто внимательно можно почитать мануал он на русском языке на сайте но сейчас я все покажу продемонстрирую как работает автофокус возможно это будет интересно тем кто планирует только перейти на фотоаппарат sony и отвечу на пару вопросов которые задавали предыдущим роликом и так сейчас затестим фокус работу фокусировки на старой прошивке основной косяк который я замечаю в фокусировке то что для поиска глаза нужно еще удерживать кнопку вот то есть если просто фокусироваться по лицу то он может быть сфокусироваться на кончик носа а когда съемка на 1.8 на 80 пятку то это иногда принципиально вот чтобы было на глаз фокусировка то нужно удерживать вот эту и нажимать кнопку спуска это не очень удобно бывает вот я переназначил на поиск глаза на эту кнопку но все равно неудобно и новая прошивка должна это исправить теперь на полос нажатия сразу будет поиск по глазу сейчас покажу как работает автофокусировка в режиме фотографии в режиме видео объектив у нас 85108 sony все параметры можете видеть на экране и вот просто сейчас на лице нажимаю на глазики закрой руками откройся ага а увидел увидел глаз откройся полностью отвернись повернись лицом еще раз отвернись повернись лицо повернись полностью подойди ко мне отойдет меня стоп еще раз отойди до самой стеночки подойди ко мне пробуем то же самое только в режиме видео и запишу видео файл приложу как мне кажется видео поиска по глазу нету но сейчас посмотрим как работает видео сейчас и после перепрошивки машуль иди сюда отойди закрой руками глаза присядь появись ага отвернись повернись лицом подойди сюда и так вот страничка sony с официальной версией новой прошивки 3.0.0 здесь все указаны и последовательность и описание что обновили но тем не менее не все любят читать и сталкиваться с сложностями установки программного испечения поэтому давайте вместе изучим что тут нового в первую очередь в прошивке все перечитывать не буду основное добавлена автофокусировка по глазам в реальном времени для съемки животных добавлена возможность работы с автофокусом по глазам в реальном времени нажатия кнопки спуска затвора на половину или нажатием кнопки автофокус он ну вот почему раньше не могли этого сделать я не понимаю это же так удобно но и менее значимо для меня добавлена функция интервальной съемки работа с пультом управления и вот еще удобно добавлено переключение вкладок в меню с помощью функциональной кнопки улучшена общая стабильность работы камеры ну в принципе камера достаточно стабильная работает и не замечал особо от нее лагов а вот поиска глаза постоянно мне не хватало и еще кое-чего не хватает но об этом позже и так нажимаем кнопочку скачать можем ознакомиться с пользовательским соглашением в первую очередь можно проверить какая версия у вас сейчас установлена для этого в меню камеры в закладке сетап настройка по-русски иконка чемоданчика выбираем 7 вкладку пункт модель у меня также как и на примере на сайте указано была версия 2.10 далее проверяем чтобы аккумулятор был полностью заряжен вынимаем карточки памяти запускаем скачанный файл апдейта sony рекомендует его на рабочий стол разместить у некоторых сложность установка возникает в случае если не настроен usb подключение как съемный диск чтобы камера обнаружилось компьютером как съемный диск необходимо сделать это тоже в инструкции подробно написано что нужно в меню сетап настройки вложения 4 usb connection а подключение usb убедиться что стоит пункт mass storage съемный диск если настроенные все именно так то все автоматически устанавливается без проблем заняло это наверное минутки три плюс минус ну что прошивка прошла успешно достаточно быстро и сейчас посмотрим как работает автофокус теперь я не нажимаю дополнительных никаких кнопок и он сразу что же такое реагирует датчик только очень чувствительный приближение сразу без дополнительных кнопок на пол нажатия находит глаз это бесшумный режим сейчас стоит так ага отойди вот нашел глаз стоп закрою руками так что-то ищет все равно пытается закрой один глаз открой другой ага отвернись лицом повернись присядь появись так ну отлично и давайте посмотрим теперь после обновления что у нас получилось тут такая немного экстремальная выдержка 1 сотая была смазы могли быть при движении маши ну вот с фокусировкой на глаза в принципе на глаза и есть когда глаз теряет тогда просто на ближайшее место фокусируется вот примерно на бровь сейчас на кончик носа сфокусирован вот здесь он еще не видел глаз здесь тоже не видится на волосах сфокусирован здесь уже вы видел глаза против света с рисующим фотофонарем я сделал фотофонаря следующий раз скажу вот как-то так файл я приложу чуть микросмазы от движения есть ну я налажал надо было двухсотых ставить вот несколько файлов я приложу и вот я сделал без фонаря с фонарем чуть-чуть еще сравнение такое как видите процесс установки прошивки совершенно несложный все легко можно перечитать инструкцию если что-то не получается и все легко и доступно в свою очередь хочу сказать спасибо sony что не забываете о пользователе и обновляете прошивки странно что этой функции основной не добавили раньше и еще что для меня очень странно и почему до сих пор этого не устранили почему сенсорный дисплей не работает в меню то есть функция сенсорного дисплея включена и в меню все равно по старинке нужно кнопками сделать как осуществлено например это 5d mark 4 очень удобно что вот меню можно запросто выбирать все с помощью тача по дисплею в sony почему-то до сих пор этого никак не сделают и еще чтобы хотелось от sony это ну раз уж вы не сделали поворотный экран чтобы вот так вот я мог делать сэлфи видео или фото и я визируюсь по экрану телефона но что делать раз нету дисплея ну как я могу контролировать что сейчас в кадре вот вот так вот у меня камера стоит вот так вот телефон если на дисплее камеры контролируют то там есть уровень громкости отображается и при вот таком дистанционном просмотре на экране телефона к сожалению уровень записи звука контролировать невозможно ну то есть визуально ему мог бы отслеживать нормально ли звук идет записи или нет потому что потому что уже пару раз были косички со звуком я уверен что записи звука идет на самом деле не шла вот таких вот еще два важных обновления программных я жду от sony очень интересно есть ли у вас какие-то замечания в программном обеспечении sony давайте соберем мнение и обратимся в службу в поддержке я напишу все что о них думаю вот в целом sony молодцы и все больше и больше люблю и в конце видео традиционно ответы на несколько вопросов влад гео пишет я всегда думал что плоские фотографии это дело рук фотографа а не камеры влад но вы ошибаетесь от фотографа конечно тоже зависит качество фотографии объем его объем зависит от поставленного света и от разноплановости кадра и ну и техники тоже очень многое зависит от объектива от тушки кропоты или фулл фрейм если средний формат вчера смотрел фотографии со среднего формата так там вообще такой объем еще на фотографиях потрясающе просто портрет нет там переднего заднего плана просто портрет и он такой объемный потрясающий так что от камеры тоже очень много зависит но от фотографа конечно я с вами согласен тоже очень многое зависит виталий ераз ничего ничего сейчас мы еще полгодика ну может годик но может два но в общем сколько нужно подождем и будет нам счастье canon выпустит супер крутую камеру главное верить и главное ждать я согласен canon сдал позиции он очень здорово выстрелил с выпуском 5d mark 2 когда строил крутую видеозапись на фотоаппарат он сделал прям революцию и я кстати предвещал при разговоре с клиентами почему не встроят запись видео с матрицей фотоаппарата для это просто просто надо делать запись но canon тут же понял что они создали конкурента для своих же камер которые предназначены для видеосъемки и начали резать видео возможности в фотоаппаратах и проиграли тем самым другим другим фирмам в том числе sony в первую очередь sony пол а пишет поздравляю с обновочкой интересует снимки на canon и sony на приближение увеличения я планирую на следующей неделе сделать съемку для своего аккаунта и секрет сейшн планируется интересная съемка ссылку на свой аккаунт и секрет сейшн я прикреплю в описание и там я планирую чуть-чуть помучить модель так как это будет fp съемка я ее помучу и сделаю технические кадры с применением sony canon протестим вот тот фотофонарь sunlight о нем я расскажу в следующем видео и покажу приложу все кадры и sony и скан посмотрите сравните дмитрий г пишет камера вышка поздравляю с обновкой спасибо и я согласен что камера вышка пользователи хрен вам они имя урюки с нулями подписчиками пишет в этом обзоре мне понравился выставленный свет как правило хэйт пишут именно те люди которые без личные без имени без видео в своем профиле без подписчиков они просто боятся от своего реального имени написать критику вот такой вот нездоровую критику я согласен что у меня со светом могут быть проблемы с видео со звуком я не позиционирую себя как профессиональный блогер профессиональный видео-съемщик профессиональный редактор монтажер и так далее и я не Непрофессиональный диктор. У меня могут быть ошибки, оговорки, неправильный монтаж, плохой свет. И нормальную критику здоровую я принимаю и с удовольствием выслушаю. И если в моих силах, я ее исправлю. А вот такой вот школьный комментарий, нагадить и убежать, это, конечно, минус к вашей карме. Константин Сорокин пишет. Только не берите вспышку сони. Опытные соневоды их не используют. Адовый перегрев, must have у Sony. Это вспышка Godox 862 версия. Да, именно такую я и заказал, Godox 862 версию. Я ее жду. Хотелось бы на самом деле 350, потому что она маленькая, соизмеримая с размерами тушки. Но я не понимаю, почему маленькая вспышка дороже, чем большая. Но я все-таки ее приобрету, но сейчас и так очень сильно влился в технику. И прямо сейчас я на нулях. Алик Лапчук пишет. 10 лет учился и не научился. Хоть куда я ее целую, все равно. Алик, а это уже интересно. Давайте перенесемся к компьютеру и посмотрим, что Алик снимает. Вот, это было видео. Ну, заставка неправильная сделала, конечно. Сайфудин офлайф, хотя это основной канал, а не лайв канал. Вот. Ну и, собственно, вот. Я ничего не придумываю. Алик Лапчук написал. 10 лет учился, так не научился. Это видео, о котором я говорил, что больше 10 лет работал на зеркальных фотоаппаратах Canon. Вот, и вот он так 10 лет учился, и я так и не научился. Ну, окей, давайте посмотрим, что Алик, чем может удивить, что он тут делает, показывает. Господи, Алик, конечно, тут 10 лет не хватит, чтобы научиться такие шедевры делать. Тут минимум лет 20 упорной работы, учебы, я не знаю, в какой художественной академии вы учились, на режиссуру, наверное, учились, компьютерные графики, сколько тут высших образований, сколько практики. Это потрясающе. Я впечатлен. Алик, как можно записаться к вам, к вам учиться? В какой город мне нужно приехать, в какую страну? Нью-Йорк, наверное, да, вот это вот снято. Ребят, ну, вы поняли, да? Таких комментариев достаточно много оставляют. Жаль, что не всегда открыты видео и не всегда можно посмотреть работы этого комментатора. Вот. Но, как правило, это так. Когда пишут подобные комментарии, заходишь к нему и видишь вот такой вот тихий ужас. Слушайте, а давайте я оставлю ссылку в описании на автора этого видео. Оставьте вы ему искренний восторг, какие у него потрясающие работы. Спросите, как у него можно получиться. Ну, или любой-любой комментарий, какой вам захочется ему оставить. Пусть ему будет приятно. Может быть, мне это стыдно. Друзья, спасибо большое вам за внимание. С вами был Андрей Сафудинов, свадебный и семейный фотограф в городе Ростове-на-Дону. Ставьте лайки, задавайте в комментариях под этим видео свои вопросы. В последующих видео я вам расскажу про прикольный, полезный фотофонарь. Расскажу про месяц использования беззеркалки Sony. Отвечу на часто задаваемые вопросы. Затестим ее, сравним с зеркалкой. Наконец-таки закроем некоторые вопросы, кто сомневается взять зеркалку, беззеркалку. И еще очень многие спрашивают вообще про мой парк техники, с какой я работал. Конечно же, сейчас все будет меняться. Но я покажу, с чем я отработал вплоть до конца 2018 года. И поделюсь своими планами на будущее. Спасибо вам большое за внимание. Пока, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»